Здравствуйте! Информационную картину дня представят корреспонденты нашего канала в студии Анна Золотухина. И смотрите в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В резонансном деле крупнейшего в области предприятия точка не поставлена, в чем обвиняют руководителя агрофермы Вишневская. В одной упряжке с питомцем ездовой спорт в области набирает обороты. Сегодня Оренбургская делегация во главе с главой региона Юрием Бергом приняла участие в 19-й агропромышленной выставке «Золотая осень». Мероприятие проходит в Москве на ВДНХ и продлится до 7 октября. Выставка «Золотая осень» – традиционный смотр сельскохозяйственных достижений страны на финише очередного сезона. Она проходит в канун Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Аграрии отчитываются о своих успехах и достижениях, демонстрируют новые технологии и продукцию. В ходе заседаний круглых столов и дискуссионных площадок обмениваются опытом ведения хозяйства и взглядами на будущее отечественного агропрома. Как всегда, одно из центральных мест занимает экспозиция аграрных регионов страны, в том числе и Оренбургской области. Наш павильон не затерялся на фоне остальных участников. Каждый год выставки становятся более совершенны. То есть сегодня действительно все больше и больше людей интересуются продукцией, которые сегодня представлены на выставке. А продукции представлены сегодня – это более 90 номинований. И более 50 предприятий, которые сегодня выставили свою продукцию вот именно здесь, чтобы вся страна посмотрела, что сегодня произрастает, что сегодня перерабатывается. И чем сегодня живет вообще Оренбургская область. Сегодня первый день. Я думаю, итоги подведем, когда уже будем завершать выставку. А накануне губернатор Оренбуржья в столице встретился с Дмитрием Медведевым. Премьер-министр и глава региона обсудили динамику социально-экономического развития Оренбуржья, а также ряд актуальных для области вопросов. На встрече Юрий Берг отметил. В Оренбургской области в этом году собран рекордный урожай – более 4 миллионов тонн. За последние 39 лет это лучший показатель. Сейчас уборку завершили по плану, отметил глава региона. Об этом российскому премьеру Дмитрию Медведеву доложил губернатор области Юрий Берг, рассказывая о подготовке к следующему сезону. Губернатор отметил, на сегодняшний день работа ведется по севу о зимах. Продолжает решаться вопрос по увеличению урожайности. Глава региона обратил внимание на то, что получить достойный объем урожая на юго-востоке области очень сложно из-за территории полупустыни. На встрече глава правительства и губернатор обсудили также ситуацию со строительством новых школ в области. Глава региона рассказал, власти планируют до конца года построить три школы. В частности, одну из них готовы сдать в декабре. Берг пригласил Медведева приехать в Оренбургскую область к открытию этого учебного заведения. Урожай растет, а цены падают. При рекордном урожая появилась новая проблема. Переработчики резко снизили закупочные цены. К чему привело это в итоге? Удару рублем по местным фермерам и крупным хозяйствам? Или выгодному снижению цен на хлеб для обычных оренбуржцев? В деталях разбиралась моя коллега Анна Втюрина. Аграрии Оренбуржьи в этом году побили рекорд многолетней давности. В последний раз более 4 миллионов тонн зерна регион собирал в 1997 году. Правда, площадь посевов тогда была более 3 миллионов гектаров. В то время как сегодня 2 миллиона 700 тысяч, то есть средняя урожайность почти 14, выросла до 16 центнеров с гектара. А значит, рекорд 2017 года абсолютный. Рекористы говорят, обычно озимая пшеница по качеству сильно уступает. Но в этом году и урожай, и качество превзошли все ожидания. Изменилась, однако, и цена. В начале уборочной цены на зерно были порядка 9 тысяч за тонну. Это третий класс, я имею ввиду. То есть сейчас они опустились до 6-6,5. Но в сторону снижения выгодно, особенно тем, кто, допустим, купил дорогое зерно. Вот кто приобрел его в начале по 9 тысяч. Сейчас очень им выгодна вот такая цена, чтобы можно было разбавлять цены. И, соответственно, снижается цена зерна, ну и, соответственно, снижается цена конечного продукта, то есть муки. В магазине вот у нас сейчас мешок муки высшего сорта стоит 900 рублей, а стоил 1050. Это 50 килограмм. Вот считаете, значит, это 3 рубля с килограмма ушло. Подешевел этим летом хлебы на прилавках магазинов, констатируют в Оренбургском облстате. Причем, если сравнивать с прошлым годом, мука и выпечка либо вовсе не росли в цене, либо увеличились заметно меньше, чем в 2016. В третьем квартале 2017 года потребительские цены на муку снизились на 1,2%. В соответствующем периоде предыдущего года индекс на них составил 100%. Хлеб и хлебобулочные изделия в третьем квартале этого года подорожали на 0,1%. А в соответствующем периоде прошлого года на 1,3%. С одной стороны налицо выгодный спад цен для потребителей, с другой заметный удар по кошельку аграриев. На сегодняшний день, для того, чтобы купить одну тонну дистоплива, нам нужно продать 10 тонн зерна. В начале 90-х годов соотношение дистоплива, цены дистоплива к зерну было 1 к 1. В начале года уже стало 1 к 5, сейчас 1 к 10. Сударство, конечно, для зернового производства просто критическое. Должна быть все-таки независимая оценка качества зерна, для того, чтобы не иметь нарушений при продаже зерна. А именно сейчас этим вот и пользуются. Занижая качество зерна, ставят более низкую цену и страдают опять крестьяне сельхозтоваропроизводители. Без планирования производства, хотя бы начать производство, Россия просто не обойдется. Получит ли дальнейший ход инициатива местных сельхозтоваропроизводителей, покажет время. Пока же Оренбургская ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств вышла с ней на региональное профильное министерство и главу региона. Анна Втюрина, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. К другим новостям. В двух регионах по Волжье начались масштабные учения. На территории Оренбургской и Самарской областей силы спецназа должны выявить условные бандформирования. Для участия в учениях привлечено более 600 военнослужащих. Оренбуржцы копят долги. Ресурсоснабжающие компании бьют тревогу. С каждым месяцем неоплаченных счетов становится все больше. Речь идет о миллиардных задолженностях. Каковы причины такой печальной тенденции и какие меры предпринимают поставщики ресурсов? В материале моей коллеги Татьяны Кирдиной. Более 400 миллионов рублей оренбуржцы задолжали только водоканалу. Некоторые абоненты за воду и канализацию не платят по несколько лет. Ситуация складывается так, что с каждым годом неплательщиков становится только больше. И больше их, как правило, среди обычных граждан. Прирост задолженности за 2017 год, за 8 месяцев составил 73 миллиона. То есть это порядка 40%. Нам приходится прибегать к различным методам взыскания задолженностей. То есть они включают в себя рассылка претензий. За 2017 год нами было направлено 62 тысячи претензий. Ни претензии, ни судебные решения не действуют так эффективно, как радикальные меры. Должникам, которые никак не реагируют на требования оплатить счета, приходится просто перекрывать доступ к канализационному отводу. Мы берем зонт и опускаем в канализационный стояк. Находим нужный полуотвод и производим блокировку водоотведения. Должник далее никак не может ее разблокировать без специального оборудования. Только за этот год отключена от водоотведения были почти 300 человек. Их общая сумма долга – порядка 4 миллионов рублей. Как правило, после того, как ставят заглушки, должники не заставляют себя долго ждать. Действенный метод, потому что санузел не работает вроде как-то, не особо комфортно. То есть все, что в квартире должника, все остается у него. То есть ничто не уходит. То есть остальные люди пользуются, пользуются все жители, кроме самого должника. Стоимость подобной операции – 6 тысяч рублей. И время оплаты после ложится на неплательщика. Поэтому специалисты советуют сразу, как пришло уведомление, а приносят его за 20 дней до отключения, сразу обратиться в компанию и оплатить счета. Татьяна Кирзина, Игорь Бероев, Новости дня. Россияне стали больше экономить на одежде, спорте, путешествиях и развлечениях. Такие данные приводит Росстат. Наши корреспонденты вышли на улицы областного центра, чтобы узнать, в чем оренбуржцы себя стараются ограничить, чтобы сократить расходы. А как не экономишься? Не сэкономишь. Что написали, то и платят. И все, каждый год все больше, больше и больше. Тем не на чем. Да я вообще не экономлю. И не экономная. На продуктах, на транспорте пешком хожу. Мы все оплачиваем, все вовремя, конечно. В частном доме живем, нет проблем. Да. На всем. У меня две пенсии, военная и гражданская. Я ни на чем не экономлю. Я ничего не экономлю. Сколько нагорит, сколько налью. Стоку и плачу. Маленькими текми точно не сэкономишь. Воду экономлю и электричество экономлю. По результатам нашего экспресс-опроса, 46% респондентов стараются ни в чем себе не отказывать. Чуть меньше оказалось тех, кто экономит на еде, транспорте и особенно на услугах ЖКХ. 41% опрошенных. А вот у 13% оренбуржцев на счету каждая копейка. Сейчас реклама, а после нее продолжим знакомить с новостями дня. Не переключайтесь. Серьезное ЧП в Орске. Двухэтажное здание полыхало несколько часов. В резонансном деле крупнейшего в области предприятия точка не поставлена, в чем обвиняют руководителя агрофермы Вишневская. В одной упряжке с питомцем ездовой спорт в области набирает обороты. Продолжаем выпуск. И к происшествиям серьезное ЧП на востоке области. В Орске загорелось двухэтажное здание. С огнем пожарные боролись несколько часов. Приехав на место происшествия, пожарные выяснили, возгорание произошло в здании магазина. До приезда спасателя весь персонал успел покинуть помещение. Сильное задымление и высокие клубы черного дыма не на шутку напугали местных жителей. Двухэтажное здание полыхало несколько часов. С огнем боролись 45 человек и 15 единиц техники. Предположительная причина пожара уже озвучена специалистами. ЧП могло возникнуть из-за недостатков конструкции электрооборудования. Информации о пострадавших нет. В резонансной истории одного из крупнейших предприятий области точка еще не поставлена. В Оренбургском районном суде состоялось очередное слушание по громкому делу агрофермы Вишневская. На заседание решался вопрос о признании виновным одного из организаторов несанкционированного митинга. Напомним, 11 сентября работники предприятия организовали пикет на трассе Оренбург-Солилецк, перекрыв дорогу. Подобные действия, по словам сотрудников, были связаны с проверками, из-за которых предприятие простаивало. После несанкционированного митинга руководителю фермы Виктору Железнову было предъявлено обвинение. Речь идет о действиях, которые повлекли за собой создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения. В данном случае говорится о перекрытии федеральной трассы. Сегодня стали известны подробности судебного заседания. Суд пришел к выводу о виновности заместителя директора ОСГЦ Вишневский-Конищева в совершении данного административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в минимальном размере в сумме 50 тысяч рублей. В действиях учредителя ОСГЦ Вишневский-Железнова суд не усмотрел состава имененного ему административного правонарушения и прекратил производство по делу. Но судебные заседания пока не завершены. Еще рассматривается дело об административном нарушении со стороны директора фирмы Вишневская Муратова Вильдана. Сегодня очередные слушания. Социально важные маршруты для инвалидов по-прежнему труднодоступны. Таковы результаты мониторинга активистов Общероссийского народного фронта. Теме доступной среды был посвящен сегодня круглый стол в библиотеке имени Крупской. Мероприятие оказалось под угрозой срыва. По иронии, в учреждении не работал лифт для того, чтобы инвалиды-колясочники могли попасть в зал. Как нам пояснили, устройство было отключено за долги. Круглый стол было решено проводить в холле на первом этаже. По словам участников мероприятия, с такими проблемами они сталкиваются регулярно. Это практически везде. Это и в больницах то же самое происходит. Потому что просто приходится жене бегать по этажам и просить врачей спуститься. Мы столкнулись именно с конкретным препятствием. В прошлом году, думаю, летом нас тоже приглашали на мероприятие по нашей сфере. И нас поднимали на руках. Ребята, которые специально были приглашены туда. Всех колясочников поднимали на руках. Социальные здания, администрации, поликлиники, все социальные здания, они все беспандусов. Нам нет туда доступа. Активисты Народного фронта провели мониторинг самых распространенных маршрутов для инвалидов-колясочников. Это дороги до поликлиник, отделений банков, магазинов и учреждений поддержки населения. По итогам оказалось, что все они недоступны для маломобильных оримбуржцев. Открытый вопрос и общественный транспорт. На данный момент передвигаться один человек на коляске по областному центру не может. Мы были в Тюмени. Там колясочник из любой точки города на автобусе общественно может доехать самостоятельно. У нас только два или три троллейбуса. А там абсолютно все маршруты. По маршрутам ездят автобусы, которые оборудованы выдвижной площадкой. В ходе круглого стола активисты вместе с представителями исполнительной власти, прокуратуры и общественности обсуждали, как можно устранить выявленные в области недостатки. Согласно последнему опросу, 77% оримбуржцев считают, что проводимые мероприятия по формированию доступной среды уже дали положительные результаты. Россия выбирает лучшего участкового. Оренбургские полицейские уже на протяжении четырех лет достойно представляют нашу область на всероссийском уровне и входят в десятку лучших. Этот год не стал исключением. Наши корреспонденты встретились с одним из участников конкурса и узнали, в чем секрет работы, чтобы на участке было спокойно. Конкурс народной участковой призван определить лучшего среди районных уполномоченных. Их работа на местах, говорит Илья Сулейманов, который последние пять лет следит за порядком в Чебеньках, довольно специфично. Как торговля? Нормально все? Ничего без пришествия? Все хорошо? Все нормально? Паршивых деньжат ничего нет? Никто не дает? Ничего? Все хорошо? Утро для участкового начинается далеко не с кофе. Первым делом он идет на обход. Встречается с людьми, расспрашивает и интересуется, не было ли чего-то подозрительного. Продавцы стоят, смотрят, где кто что, ну, допустим, своровал, или кто-нибудь нарушает какой-нибудь закон, допустим, те же пьяные, допустим, тоже это люди, которые подходят, ну, что-нибудь могут украсть. Они все же видят. Илья Сулейманов в Чебеньках человек не новый. Знают его здесь с малых лет. Здесь он вырос, учился, сюда же и вернулся. Правила ему преподавал когда-то. Так что он наш с рождения. В районе не всегда так спокойно, как сегодня. Люди звонят и приходят со своими бедами. Иногда даже необходимо вмешиваться и в семейные конфликты. У нас сын немножко выпивал. Не немножко, а много. Он приезжал и с ним разговаривал. Он прямо лежал без памяти. Он вставал с ним и разговаривал. За свой профессионализм, отзывчивость и отношения к работе Ильяс был номинирован на звание народной участковой. Конкурс проходит в два этапа. Областной уже миновал, и наш герой прошел во второй тур. С ним еще один из участковых со всего Оренбуржья. Стартует всероссийский этап 7 октября. С этого дня на сайте конкурса можно будет проголосовать за наших земляков. Последний день голосования 16 октября. Татьяна Кирдина, Валерия Толмачева, Семен Воробьев. Новости дня. Ветераны Великой Отечественной, герои соцтруда, всего около ста заслуженных оренбуржцев поправляют свое здоровье в реабилитационном центре Русь. Сейчас там проходит так называемый звездный заезд. Для представителей старшего поколения сегодня организовали большой концерт, посвященный Дню пожилого человека. Я молода, все так гадливо была, я вышку взяла, на семерочку пошла. Несмотря на то, что участники так называемого звездного заезда, люди весьма почтенного возраста, душой они молодые, потому не только смотрели концертную программу, но и очень активно ее поддерживали. Ветераны войны и труда, они в свое время внесли огромный вклад в развитие нашей области. Потому слова «мы в долгу перед вами» звучали в обращениях к ним чаще всего. Санаторий Русь – это современное лечебно-профилактическое учреждение с полным набором процедур, необходимых для поддержания пожилого человека в хорошем жизненном тонусе. Заезд организован по линии Министерства соцразвития области. Смена длится три недели, лечение и проживание бесплатные. Процедуры назначаются индивидуально. Это у нас юбилейный десятый заезд, когда мы вот именно в это время, в день мудрого, опытного, знающего человека, не хочется как бы говорить, что это день пожилых людей, именно собираем вот заслуженных людей нашего Оренбургского края. В это время люди общаются, люди проходят оздоровительные мероприятия на базе нашего учреждения, ну и оздоравливаются как телом, так и душой. Всегда на чеку. На территории областного центра сегодня стартовала всероссийская штабная тренировка, которую проводит МЧС России. В отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций приняли участие и оренбургские газовики. Валерия Толмачева продолжит тему. Звук сирены и никакой паники. Здесь каждый знает свой алгоритм действий и четко его выполняет. В парке хранения метанола, управления материально-технического снабжения и комплектации, в результате действий злоумышленников произошел клопок и вспыхнуло пламя. Во власти опасного вещества площадь почти в 2500 квадратных метра. К счастью, это всего лишь легенда. На деле нужно убедиться в готовности персонала к слаженным действиям преподобных ЧП. Есть опасность для обслуживающего персонала нашего опасного производственного объекта. Поэтому мы проводим регулярно тренировки, аварийные занятия и учения, такие вот как сегодня. То есть персонал у нас находится в постоянной готовности к ликвидации аварийных ситуаций. Подразделения общества отрабатывают поставленные задачи. Многое зависит от действия руководства и персонала. Затем на помощь приходят спасатели военизированной части и пожарные расчеты Оренбург-Госпожсервис. Перед нашим подразделением была поставлена задача – это провести разведку. Если есть пострадавшие, вынести их, оказать им первую помощь и выставить посты безопасности. Наше подразделение успешно справилось с поставленной задачей. Участок хранения и реализации метанола и химикатов – опасный производственный объект. Здесь необходимо не только локализовать условную аварию, но и ликвидировать ее последствия. Тренировки такие нужны, во-первых, для того, чтобы поддерживать в боеготовом состоянии как материальную часть, так и людей, для приобретения и закрепления устойчивых навыков персонала в ликвидации аварийных ситуаций. День 85-летия гражданской обороны в нашей стране, он празднуется сегодня. Газовики отметили учениями, которые прошли успешно. В сплоченной команде, где каждый знает, как нужно действовать, так и должно быть. Валерия Толмачева, Владислав Горбунов. Новости дня. Инфраструктуры для велосипедистов в Оренбурге практически нет. К такому выводу пришли участники дискуссии, организованной по инициативе Автотранспортного союза области. Велосипедисты, которых из года в год становится все больше, не имеют возможности безопасно перемещаться по городским улицам. Они вынуждены ездить по тротуарам, чем создают неудобства другим участникам движения – пешеходам. В теме разбирался Виталий Дерябин. Разговор на тему, актуальную для тысяч оренбургцев, проходит тогда, когда велосезон на исходе. Однако тому есть объяснение. Чтобы действовать завтра, обозначать проблемы необходимо уже сегодня. Все бюджеты принимаются на следующий год в ноябре месяце, в ноябре-декабре. И вот сейчас как раз и время разговаривать о том, что в нашем городе необходима велосипедная инфраструктура, которая, в принципе, на сегодняшний день у нас не развита. В дискуссии приняли участие представители оренбургских байк-клубов, горожане, которые предпочитают двухколесные средства передвижения. У каждого на то своя причина, а вот проблемы схожие. Отсутствие выделенных велодорожек на городских улицах, пренебрежительное отношение со стороны автомобилистов, недостаточное количество велопарковок, невозможность перевозить велосипеды общественным транспортом. У Автотранспортного союза есть вариант размещения специальных креплений на автобусах, однако он потребует согласования в ГИБДД. У ее сотрудников понимание проблемы статуса велосипедиста среди других участников движения имеется. Едет, сам боится даже ехать, потому что водители просто-напросто не соблюдают. Но если взять тему, поднять, то и велосипедисты у нас нарушают правила дорожного движения. По итогам встречи принято принципиальное решение. Велоинфраструктуру нужно развивать. Первые шаги на этом пути. Участие велосипедистов в публичных слушаниях по проекту городского бюджета, чтобы они могли вносить свои предложения, когда речь заходит о ремонте и строительстве дорог. Проведение информационной кампании при старте следующего велосезона с призывом соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, продавцам веломагазинов будет рекомендовано проводить с покупателями беседы на тему элементарных правил поведения велосипедиста на дороге. Обсуждение проблем велосообщества планируют развернуть также и в соцсетях. Виталий Дерябин, Игорь Бероев, Новости дня. Предприниматели Оренбуржья продолжают удивлять своими проектами. На этой неделе в борьбу за 10 миллионов рублей вступают новые участники конкурса «Бизнес-класс». Среди них команды не только из Оренбурга, но и представители районов области. Подробности далее. Половина участников второго конкурса «Бизнес-класс» уже презентовала проекты экспертом. На этой неделе заинтересовать жюри попробуют предприниматели из Оренбурга, Солилецка и Красногвардейского района. Областной центр представляют компании «Союзэлектропром» и «Патрульная аэросистема». Из Солилецка приехал женский дуэт – Татьяна Олегринцева и Юлия Истомина. В прошлом году банковские работницы решили открыть свое дело и купили автофургон, который переоборудовали в фудтрак. В планах девушек – купить еще несколько машин и создать целую сеть. Могу сказать, даже если мы не пройдем дальше, это бесценный опыт. Мы получили предложение интересное. Опыт. Все было опасно. Ольга и Вячеслав Виттенберг – представители семейной бизнес-династии села Плешаново Красногвардейского района. Им принадлежит гостевой дом «Магия уюта», который пользуется спросом у туристов не только из России, но и из-за рубежа. Хозяева мечтают расшириться. На территории гостевого дома также действует швейное производство, образцы которого представлены на съемочной площадке. С двух сторон как-то показали себя участники. Одни уже работают, уже имеют бизнес, а вторые даже его еще не просчитывали, охвачены только своей идеей. Это, конечно, все очень здорово, замечательно, что бизнесом движет не только желание получать прибыль, но еще и заниматься интересным делом и приносить пользу обществу. Но очень хотелось бы, чтобы экономика была просчитана. Шестой выпуск бизнес-класса 5 октября на официальном сайте проекта и в эфире ОРТ «Планета». В Оренбурге прошли необычные соревнования. На горе Качкарка впервые состоялось открытое первенство города по ездовому спорту «Степная тропа». На старт вышли четвероногие участники. В чем они состязались, наблюдал Анатолий Единьевич. В Оренбург прибыли участники из Уфы, Самары, Челябинска, Магнитогорска. На довольно экзотические для наших краев соревнования, так называемый «Драйленд». В экопарке «Качкарский мар» собрались около 80 человек с собаками различных пород, не только ездовых. Это метис, он беспородная собака у нас. Мы просто пришли поучаствовать, нам интересно стало. Четыре года назад указом Минспорта России ездовой был признан официальным видом спорта и стал развиваться. У нас в Оренбуржье «Драйленд» пока делает только первые шаги, но его потенциал и популярность очевидны. В том году был первый турнир, у нас пробный, скажем так, мы посмотрели, как организация, в чем мы можем помочь. И в этом году мы проводим уже первое официальное оперенство города. Программа мероприятия получилась разнообразной. Все началось с веселых стартов. Это прохождение своеобразной полосы препятствий, где порой собакам было гораздо сложнее, чем их хозяевам. Как и на любых спортивных соревнованиях, степень подготовленности участников разная. После этой технической части лохматые спортсмены приступили к выполнению, можно сказать, своих профессиональных обязанностей – ездовых. Первая дисциплина – коникросс, бег с собакой. Далее в программе байк-джоринг, то есть буксировка собака-велосипедиста. Это настоящая работа в команде. Ведь чем сильнее собака тянет велосипед, тем лучше будет показано время. Из разного раз наш драйвлен становится все ярче, все интереснее, все насыщеннее по спортивной части. То есть мы уже можем предложить серьезным спортсменам интересную трассу, соблюдение правил. Самое зрелищное соревнование со скутером – такая разновидность самоката. Два разряда. Транспортное средство могут тянуть и одна, и две собаки. Но иногда участники в прямом смысле слова сходят с дистанции. В завершении соревнований, как и полагается, церемония награждения. Хозяевам сердце согреют грамоты, ну а их питомцы получают гораздо более существенные награды. Я буду рад, если с детства на этой гонке будут появляться соперники сильнее, быстрее, и собаки тоже быстрее будут. Это будет очень здорово. И я желаю, чтобы Оренбург развивался в этом виде спорта. Для любителей собак здесь раздолье. Помимо уже известного термина «канистерапия», здесь налицо и спортивный аспект. Думается, следующая степная тропа соберет еще больше участников. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня. На этом у меня все. А сейчас я передаю слово Анатолию Юденичу. Он расскажет о новостях спорта. Не переключайтесь. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня.